Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алифтина. Добро пожаловать на мой канал Aleph Productions. Те, кто из вас уже был в Париже, наверное, посетили музей d'Orsay. Он за моей спиной. Лично мне здесь очень нравится коллекция мебели, выполненная в стиле модерн, и, конечно же, картина импрессиониста. Есть тут и полотна художника, чье творчество называют мостом между импрессионизмом и кубизмом. Я имею в виду французского живописца Поля Сезанна. Он родился на юге Франции, в городе Эксам-Кобалс. Однажды я туда уже ездила и снимала репортаж о французском архитекторе Фернане Пуёни. Если вы его еще не видели, то обязательно зайдите по ссылке под этим видео. Думаю, вам понравится. Сегодня я вновь предлагаю отправиться в Экс, чтобы на этот раз пройтись по следам великого французского живописца. Когда вы едете в Экс-en-Provence, перед вами возникает гора Сент-Виктуар. Она была музой Сезанна, и многие, вероятно, уже видели ее на полотнах, выставленных в Эрмитаже Санкт-Петербурга или в том же музее d'Orsay в Париже. В Сент-Виктуар художник посвятил около 80 работ. Всего же им написано более 800 картин. И это не считая тех, которые живописец нещадно сжигал, разрывал и даже выбрасывал из окна. Кстати, картин на родине художника ничтожно мало. В музее Гране их, например, всего 10. Перед вами школа, где учился Сезанн и, кстати, получал здесь немало наград по математике. Напротив, на ежегодном конкурсе по рисованию Поль не выигрывал вообще. Вы будете удивлены, но Сезанна в рисунке однажды обошел его лучший друг Эмиль Золя. Его в колледже не любили. Золя был для всех парижанином, чужаком, неуроженцем Экса. И только Сезанн однажды подошел и утешил Эмиля после очередной неприятности. В ответ Золя подарил Полю большую корзину яблок. Так началась дружба двух великих людей. Позже, когда приятели будут жить в Париже, Поль создаст портрет Золя. Он в настоящее время находится в коллекции музея Гране в Эксен-Провансе. Писатель же напишет роман творчества, где главный герой, художник Клод Лантье, будет наделен некоторыми качествами Сезанна. Или, как считали многие, качествами Эдуарда Мане. Помните его картину «Завтрак на траве»? Вот она. А теперь посмотрите внимательнее и послушайте описание картины Лантье Пленер в романе Золя. Там, на траве, во всем великолепии июньского цветения, закинув руку за голову, лежала обнаженная женщина, улыбаясь с опущенными ресницами, подставляя грудь золотым лучам, в которых она купалась. В глубине две маленькие женские фигурки. Брюнетка и блондинка, тоже обнаженные, смеясь, боролись друг с другом, ярко выделяясь на зелени листвы. Пленительные гаммы телесного цвета. Художнику, очевидно, был нужен на первом плане контрастирующий черный цвет. И он вышел из положения, посадив туда мужчину, одетого в черную бархатную куртку. Мужчина повернулся спиной, была видна только его левая рука, на которой он облокотился, полулежа в траве. Эти строки романа звучат неплохо, однако дальше Золя не столь щепетилен по отношению к друзьям-импрессионистам. Смотрите-ка, да ведь чересчур жарко, а господин боится простудиться, вот и напялил бархатную куртку. Да нет, она уже посинела, господин вытащил ее из болота и, заткнув нос, отдыхает в сторонке. На Золя после публикации творчества обиделись все друзья-художники. Сезанн в пух и в прах рассорился с писателем, написав ему прощальное письмо. И вспыльчивость живописца легко можно понять, ведь его персонаж был представлен не в самом выгодном свете. Клод Лантье – это художник-неудачник, который морально изводит свою жену Кристину и терпит провал за провалом на творческом фронте. Сезанн никогда не увлекался крупномасштабными полотнами. Наоборот, он писал небольшие и простые по тематике картины. На своих ранних работах художник изображал натюрморты, затем начал писать этюды на пленэре. Наиболее импрессионистическая картина этого периода – «Дом повешенного». Позже Поль перешел к фигурным жанрам. Думаю, вы уже видели полотно Пьеро и Орликин. В этот же период живописец написал серию картин, посвященных игре в карты. Одна из картин этой серии стала самой дорогой работой Сезанна. Ее за 250 миллионов долларов купил у частного коллекционера Катар. Одной из причин смерти Сезанна стала страстная увлеченность работой. Живописец попал в сильную грозу недалеко от своей любимицы – горы Сент-Виктуар. Возвращаясь, продрогший с пленэра, он потерял сознание. Неизвестно, сколько времени Сезанн пробыл в забытье. Домой его доставила проезжавшая мимо повозка. Художник скончался, заболев пневмонией, которая была осложнена хроническим диабетом. Похоронили Сезанна на кладбище Сент-Пьер в Экс-Ан-Провенц. Тут же покоятся и родители Эмиля Золя. Интересно, что могила художника обращена к горе Сент-Виктуар. Так живописец и после смерти как будто продолжает любоваться своей музой.